всем доброе утро не рада действительно это говорить потому что ночь в кривом роге снова прошла тихо все пока более-менее хорошо конечно были вбросы они на самом деле это правда или нет что где-то на заречном у нас было слышно выстрелы где-то на 173 но я не знаю насколько это правда потому что я не могу проверить данную информацию мы с микки как обычно гуляем сейчас идем кормить кошку потому что ну сейчас я реально вижу даже возле нашего подъезда видимо люди очень паникуют люди конечно же думают только о себе и это тоже где-то нормально я вас призываю по возможности хотя бы рядом с вашим домом к примеру да если есть какие-то бездомные животные обязательно их кормить и они тоже хотят есть они тоже где-то внутри не боятся паникуют поэтому очень важно вот ну я до последнего пока я могу я буду ходить кормить эту кошку мы по району принципе мы проходим и стараемся кормить животных сейчас секунду у нас тут перелет что из хороших новостей да опять же повторюсь что у нас тихо все ну по крайней мере вот здесь у нас на районе все нормально вчера переписывалась с многими своими знакомыми многие сейчас в убежищах многие в своих квартирах вот нам написали в чат у сбб сказали что у нас есть одно убежище я не знаю в каком у нас состоянии проверить невозможно потому что закрыто сейчас оно будет открыто только тогда когда ну если что-то случится вот микки пошли и тормозы что еще из хороших новостей что можно еще назвать хорошей новостью это то что все-таки некоторых областях ситуация нормализовалась некоторых к сожалению обострилась поэтому я вам всех искренне поддерживаю кто у кого есть возможность сообщать какую-то действительно достоверную информацию обязательно пишите я в предыдущем видео даже не закрывала комментарии скажу честно многих заблокировала многих россиян которые мне сейчас тоже пишут фигню скажем тогда всякую тоже к сожалению не попадают бан многие от меня отписываются это в принципе нормально так ребятки переверну потому что неудобно и на микки смотреть и и снимать себя скажу так что тот кто вот так вот негативно негативит в эту сторону и говорит вам что это мы сами виноваты что вины соседнего государства нет что это мы все сами себе придумали что мирным жителям не грозит военные действия да хотя при этом уже очень много домов расстреляно очень много домов очень много людей пострадала уже того извините но можете уходить самостоятельно ну или в итоге после длительного броса очень много людей все уверен его допустим один человек не пишет 10 сообщений сразу кстати вот вспомнила хорошую новость вчера родился еще один украинец к сожалению в метро это произошло вот будем желать ему здоровья чтоб все было что все было хорошо в киеве сейчас обостренная ситуация там сейчас находится мой брат он к сожалению ним не смог пока уехать в кривой рог обратно будем держать кулаку очки надеяться что все будет хорошо какой-то микки сегодня беспокойный вчера я так хорошо шла с ним вам полностью сняла без сумбурности мысли видео сегодня так вчера все-таки отстояла я вчера ничего не уже не снимала но отстояла в банкомате вернее в отделении сняла немного денег и только потом поняла что нужно было не снимать хотя бы там оставить 500 гривен на карте потому что нужно интернет пополнить мобильный мобильная связь насколько я знаю что у нас сейчас бесплатно а вот интернет который вай фай дома его нужно пополнить поэтому надо теперь искать другой банкомат который можно положить деньги обратно а сейчас кстати многие почему-то деньги не принимают но по крайней мере приватовский у меня карта приватбанка вчера еще было и были заблокированы все карты то есть не нельзя было ими воспользоваться расплатиться кредитные именно если у вас есть ваше личное средство можно было вот а так к сожалению к сожалению нельзя еще есть сейчас такая скажем так проблема наверное у многих сейчас не работают многие магазины поэтому вчера тоже маме моей позвонили и сказали о том что пока ну пока никто работать не будет вот я тоже пока не работаю до понедельника эта ситуация не ясно вчера написали с шага и сказали что две недели точно мы учиться не будем ни удаленно не нигде короче мы учиться не будем еще такой момент вчера буквально произошел я с девчонками в своем чате вайбере кто хочет ссылка будет в описании подписывайтесь я там могу немножко быстрее ответить чем везде ну потому что чаще пользуюсь сейчас вайбером новости разные смотрю читаю только вот вчера буквально мне написали о том что сейчас действительно очень много мародеров очень много людям сейчас выдали оружие и не все скажем так используют их его по назначению и вчера кто-то пытался открыть мою дверь я не знаю проверить не проверить но именно ручку вот подергать она у меня очень громко и и слышно хорошо пытались сделать пытались но он мужчина какой-то в кашкете я возраста не зналица особо не рассмотрела он как-то трогал мою дверь я потом вышла посмотрела никаких меток ничего не было но видимо сейчас ходят и проверяют кто остался дома кто нет поэтому пожалуйста будьте бдительны будьте внимательны не открывайте никому двери ни в коем случае и пожалуйста оставайтесь спокойно я понимаю что это очень тяжело я понимаю что у кого-то еще труднее ситуация но паника и страх не лучший товарищ сейчас прежде всего должен быть рассудок рассудок не должен быть ниже страха и паники поэтому успокаивайте все хорошо сейчас я возможно зайду в это б потому что я соль не купила если там есть на районе вот здесь по маленьким магазинам я прошла соли нет я попытаюсь посмотреть если в т.б. или варусе и купить и заодно вам показать что сейчас происходит в магазинах сидеть а микки как всегда никуша ко мне сидеть 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 мой хороший но все все пошли пошли так друзья показываю по состоянию на сегодня уже очередь еще восьми утра нету уже достаточно такая большая очередь конечно днем может быть еще больше потому что сегодня выходные я не знаю тебе снимать только ну потому что каждый день есть определенный лимит поэтому они не могут снять мне пишут что других городах куда ты полез что других городах нет лимита у нас есть определенный лимит и к сожалению работает только один банкомат возле которого вон стоят люди вообще их тут два работает один и в отделении работает касса либо либо банкоматом тоже один стоит больше на районе не работает вот вчера работал мамином магазине она ко мне приезжала но она собиралась же сегодня на работу выходить вот и ей написала начальница что на работу не выходим ну и нужно было получить деньги и она пришла там банкомат работал но он то работает то не работает я понимаю что во многих городах нет проблемы иди ко мне со снятием налички но здесь к сожалению ну по крайней мере в этом районе такая проблема существует поэтому главное чтоб деньги были пошли а терминал вот этот вот который я вам говорила который ложат деньги в него ну невозможно положить тысяч что типа временно недоступные операции и в другие банки тоже сейчас в те которые есть деньги тоже сейчас очередь это большие очереди мы решили опять вару зайти ну фрукты есть все есть занимать чемпиона наверно чемпион любви они есть но они какие-то не очень они это третьего сорта это чемпион так он написано фрукты есть овощи тоже а давай соль найдем сахаром я уже давно не пользуюсь мука а она не тут где-то не здесь о пергамент пергамент фрукты тоже есть зачем они взяли тележку только что-то он у них потекший весь видишь ну буряк но все-то ладно тогда не надо можем купить сварить обычные просто все эти сухой вроде ну ладно уже не надо да дорого получится ну я поняла тут я с вами вижу надеть соль может быть а соли нету тунец лишь много людей вот эти шпроты все разобрали а вот какая-то хуата хумус паштет красная рыба есть мясо тоже есть не все но есть мы уже задоели уже тысячу раз спрашивать жалко что соли конечно нету ну не знаю колбаса есть вот это тоже вот эта шинка которая сейчас 51 60 я помню вчера показала она была суша она была стоила этот вчера она стоила 29 с копейками вот это вот я вчера я снимала 51 60 цены конечно вот эти колбасы дешевле стоили вот эти эти вчера еще говорила капец цены очень растут это безлактозный наверное на безлактозный сырок есть сыры тоже есть но цены очень растут прям очень я не говорю о панике впадания в панику но буквально вчера была одна цена сегодня уже в два раза больше вот эти у нас есть еще на маске чай и конфеты печенье и берут печенье ну это то что можно перекусить мы такое ничего не брали я не знаю знаете не хочется впадать в общую истерию набирать все подряд и побольше смейки есть молочка тоже есть может разве что сметану еще взять творог вчера был 48 сегодня уже 60 40 вот такой я брала в брикете я не знала вот такой я в брикете брала творог сейчас мы подумаем может еще взять пакет рвется покупать на тут сомневийки забежали в т.д. еще есть все есть много продуктов воды уже почти нету конкретно нашим Вот так бы хлеба тоже поколеть. Всё, я беру кое-что купить для мамы. Фух, друзья, бегу домой по обстановке. В Варусе работают терминалы, пока всё нормально. Большие очереди в банках так, в принципе, продолжаются. Вода в основном только газированная. Обычной воды уже почти нет. И вот об этом я тоже, если получилось, вам кусочек сняла. Пришлось забежать в АТБ. Соли там тоже нет. Пока вот. Там люди стоят хлеб, ждут, потому что хлеба тоже нет. Я взяла средства личной гигиены ещё на всякий случай. Сейчас так очень много вот этих вот на всякий случай. Какой-то вот кипиш такой сейчас нездоровый. И это очень давит на мозги, поэтому давайте будем стараться ему не поддаваться. и то, что в магазинах все грибут и пустые полки не обязательно тоже это нагребать. Но это моё мнение, я же говорю, я взяла только средства личной гигиены и и пачку печенья я взяла на всякий случай, думаю. Опять же, на всякий случай. Плюс пришлось сейчас купиться в аптеке. Уже много денег за сегодня ушло. Я постараюсь больше не тратить, потому что, ну, кто его знает, что оно там дальше будет. Новости вот утром читала, сейчас ещё не заходила, потому что в дороге, в пути. У меня с мамой ещё проблема сейчас. Она ко мне вчера приехала, у меня вчера началась проблема с ногой. она еле-еле на неё может вступать, она очень медленно идёт. Я заказала по броне. Кстати, вот, чтобы не стоять в каждой аптеке по часу, по два, посмотрите, вот, если, допустим, АНЦ или Копейка у нас в Украине, я маме забронировала и пошла просто выкупила. То есть я успела это сделать, там было две пачки мази для ноги. Не знаю, сегодня она ещё будет у меня. Завтра она, скорее всего, поедет домой. Низки, ну еле-еле есть мусор, пожалуйста. Какая-то вот такая непонятная обстановка. Плюс ещё у нас сегодня, может, это связано с выходным днём, я не знаю, может, чем-то ещё. Все магазины, аптеки работают до трёх, все магазины работают до четырёх или до пяти. Надеюсь, что ничего плохого это не значит, но... Конечно же, стараемся не вдаваться в панику, всё будет хорошо. И я вам советую, честно, от души. Я тоже такой человек-паникёр. Я уже и маме и плакала, когда её не было, звонила. А сейчас я понимаю, что нужно стараться успокаивать всех, кто с нами рядом, потому что есть те вещи, которые, ну, неминуемы. Если они должны произойти, они произойдут, и многое, к сожалению, не в наших силах. В любом случае, спасибо вам за поддержку, за связь. Я постараюсь её не терять, если всё будет нормально. Я постараюсь каждый день хотя бы выходить, хотя бы что-то говорить. Возможно, не длинные видео, возможно, короткие ролики. Но, тем не менее, я очень постараюсь это делать от первого лица и ещё раз. Ещё раз настоятельно прошу вас не устраивать в комментариях бои какие-то, склорки, конфликты. Мы все разные, мнения у нас разные, но... Цель у нас одна. Это мирное небо и цель головами, чтобы у каждого из нас все были живы, и всё было хорошо. Спасибо вам большое за внимание. Если что-то новое будет, если что-то ещё сегодня произойдёт, я обязательно об этом скажу. Фух, беру домой маме быстро лекарства отдать. Поехали.